Около трех с половиной миллионов пассажиров в год пропускная способность нового аэровокзала. Он строился полтора года в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость терминала составила около 8 миллиардов рублей. На первом этаже здания располагаются 24 стойки регистрации. На втором – новый зал ожидания. Комфорт и удобство пассажиров продуманы до мелочей. Установлены даже столы для тенниса. Просторнее, светлее, больше всяких магазинчиков. Много кафе открыли. Мне понравилось, что дизайн очень интересный сделали. Все такое космическое, светло здесь, тепло, уютно. Детская комната очень хорошая, с ребенком очень удобно вылетать. В рамках визита в Самару Дмитрий Медведев провел совещание о мерах поддержки пассажирских авиаперевозок в России. Глава правительства отметил, субсидирование региональных авиаперевозок в этом году продолжится. В общей сложности бюджет федеральной программы поддержки составил 9 миллиардов рублей. По словам премьер-министра, несмотря на экономические трудности, объем перевозок по итогам прошлого года значительно вырос. Преимущественно за счет внутренних рейсов. Авиакомпании страны перевезли более 90 миллионов пассажиров. Правительство принимает меры, чтобы цены на авиабилеты не повышались и были доступны людям. Мы постоянно работаем над тем, чтобы цена билета на самолет была для человека доступной, для нашего гражданина, особенно когда речь идет о полетах внутри страны. Для этого у нас были запущены и работают федеральные программы субсидирования, которые направлены на развитие пассажирских авиаперевозок. С Дальнего Востока, из Калининграда, из Симферополя в европейскую часть страны. Отдельные программы субсидирования помогают удешевить региональные перелеты на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и здесь, в Приволжском федеральном округе. Помимо современного здания аэропорта, в столице региона может появиться и новая авиакомпания. Планируется, что Air Samara объединится с еще одним перевозчиком. Не исключает, что будет у нас другая авиакомпания, которая объединится с Air Samara, у которой есть значительно больше возможностей. Эта компания активно занимается в том числе туристическим бизнесом. На строительстве нового здания работы в Курумыче не заканчиваются. К 2018 году терминал аэропорта планируется расширить, а для доставки пассажиров организовать скоростное железнодорожное сообщение «Самара-Тольятти» через аэропорт протяженностью 130 километров. В проекте еще строительство четырехзвездочной гостиницы на 150 номеров и конференц-комплекса площадью 2000 квадратных метров. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События.